В канун профессионального праздника на Магнитогорском металлургическом комбинате по традиции заключают контракты с рабочими ведущих профессий. В этом году количество индивидуальных договоров с руководством ММК 89. Стартовый этап кампании состоялся сегодня в кабинете у генерального директора комбината Павла Шиляева. Все подробности события в сюжете Игоря Гурьянова. О знаковости подписания индивидуальных контрактов с рабочими ММК, а именно об этом пойдет речь, можно говорить с двух точек зрения. Ну, во-первых, каждому подписанту именно это событие наверняка запомнится на всю жизнь. А во-вторых, именно это событие, как никакое другое, точнее всего, отвечает на вопрос, кто на комбинате главный. Безо всякой иронии, с чувством лишь сопричастности к работе, похожей на подвиг, отвечу сразу, это рабочий человек, простой работяга. Мысль, казалось бы, очевидная, но часто незаметная за грохотом многотонных агрегатов и многомиллиардными суммами комбинатовских бюджетов. Без рабочего человека ничто не завертится, не выплавится и не прокатается. Вот почему он главный. Плюс, и кому, как не генеральному директору, об этом знать, высоко квалифицированный рабочий, тем более лучший среди равных, товар очень штучный. На одного грамотного горнового свистни и прилетит с десяток крепких хозяйственников и опытных управленцев. Вот почему к подготовке, сохранению и предоставлению возможностей для развития рабочего человека на комбинате уделяется столь пристальное внимание. Оно, в числе прочих, отражено в программе стратегического развития ММК, принятой в прошлом году, главным пунктом которой является кратно возросшее внимание к вопросам охраны труда и техники безопасности на производстве. Первое, важное, мы ее назвали нетерпимость к несчастным случаям. Она первая, она действительно первая, я бы хотел в том числе, чтобы она и у вас в сознании была первая, мы про это много говорим в последнее время, и в том числе и делаем. Я хотел, чтобы вы тоже были проводником этой нетерпимости. Еще одной отличительной чертой именно этого мероприятия является возможность для рабочих вот так на коротке за одним столом пообщаться с генеральным. Здесь дело не в жесткой субординации, хотя и это тоже, и не в закрытости высшего руководства. Просто прямые, по которым движутся рабочие и генеральные, параллельные, и как в геометрии, идут в одну сторону, но не пересекаются. За редким исключением в виде вот таких встреч, на которых, и это тоже многолетняя традиция, разговор идет на равных, в формате открытого диалога, без запретных к обсуждению тем. Выгода от такого общения обоюдная. Генерально узнает о настроениях и чаяниях трудового коллектива из первых рук, а коллектив через своих лучших представителей о ближайших и отдаленных перспективах предприятия. Поздравляю, рад за вас, что вас отобрали, что вы будете держателем этих контрактов, и хочу видеть вас еще и носителей вот этого стремления и потенциала. Спасибо, давайте пожмем руки друг другу. В этом году в канун Дня Металлурга всего будет подписано 89 индивидуальных контрактов. Первые 12 дали старт этой многолетней доброй традиции. Средний возраст этой партии контрактников 45 лет. Средний стаж работы на предприятии 20 лет. Игорь Гурьянов, Владимир Ровенский, телекомпания ТВИН.